В честь главного православного праздника в храмах по всей стране состоялись торжественные богослужения. В Северной Осетии больше всего прихожан по традиции собралось в Кафедральном соборе Великомученика Победоносца Георгия. На праздничной службе побывала моя коллега Анна Голобаева. В Кафедральном соборе Великомученика Победоносца Георгия сотни верующих отмечают один из самых важных церковных праздников – Рождество Христово. К этому дню православные готовились заранее. Сорокодневный пост и усердная молитва настраивали к долгожданной встрече с Сыном Божьим, который пришел в этот мир принять на себя человеческую природу и спасти от греха. Это великий праздник. Мы с каждым годом его ждем с нетерпением. Рассказываем детям истории библейские. Они знают историю этого праздника, привлекаем их к этому. И празднуем, конечно, всей семьей. Этот праздник нас очень объединяет. Канун Великого Торжества также называют сочельником от постного блюда – сочево. Его обычно готовят из зерен пшеницы с медом и едят в самый строгий последний день Филиппова поста. В преддверии Божественной Литургии прошло всенощное бдение. Службу совершил архиепископ Владикавказский Иоланский Герасим. Если раньше люди не могли себя считать сынами Божьими или как-то, то в Рождестве Христовом это уже было явно. И мы никогда не дети, но теперь уже благодаря рождению, жизни, смерти, воскресению, вознесению нашего Спасителя, мы являемся детьми нашего Небесного Отца. Бог нас усыновил через Иисуса Христа. Во время Святой и Благодатной ночи под сводами собора звучали праздничные песнопения. В этот торжественный день каждый ощущал себя свидетелем и участником событий, которые произошли на Древней Земле Востока и полностью изменили ход мировой истории. Чувствовалась особая благодать и радость. Это отражалось и во внешнем оформлении. В честь великого события храмы традиционно украшают еловыми ветками. Все предметы, так же как и убранство служителей, имеют определенную символику цвета. Например, зеленое олицетворяет вечную жизнь, а белое богослужебное облачение – духовную и нравственную чистоту. Здесь же, на территории собора Ертепа, это пещера, в которой, согласно писанию, больше двух тысяч лет назад на свет появился Сын Божий, младенец Иисус Христос. Именно с этого момента началась новая эра истории человечества. А эта звезда символизирует Вифлеемскую, ту, что указывала волхвам место рождения Господа и ознаменовала сбывшиеся ветхозаветные пророчества о приходе Спасителя. Причастие – самая главная часть божественной литургии, когда люди приобщаются к телу и крови Христа. Еще ее называют Таинством Евхаристии, что в переводе означает «благодарение». Каждое мое утро, как и сегодня, начинается с молитвы. И мне бы хотелось, чтобы вот эта вот молитва жила в сердце каждого, чтобы Слово Божье хранилось в сердце, и все мы вот так с удовольствием могли прийти и в собор, и в храм, и помолиться. Рождество Христово – это великое таинство, постичь которое способно только сердце. А еще прекрасная возможность простить старые обиды и провести время с родными и близкими людьми. Анна Голобаева, Диана Кабалотин, Новости Осетии.